Что такое патриотизм и знают ли это жители поселка Красное, выясняла моя коллега Валентина Чибичек. В национальном поселке прошла встреча депутатов окружного собрания с педагогическим составом школы. Совместными усилиями они хотели доработать до совершенства принятый в первом чтении законопроект о патриотическом воспитании в Ненецком округе. Школа поселка Красное – одно из учреждений региона, где о недостатке патриотического воспитания говорить не приходится, однако пробелы все же есть. Патриотизм – это… не знаю. Знаешь, что такое патриотизм? Слышал такое слово? Нет. А что, как ты думаешь, что это такое? Что такое патриотизм, сложно ответить не только младшему школьнику, но и взрослому человеку. Это понятие скорее не теоретическое, а прикладное – принести бабушке-соседке воды, очистить лес от мусора или рассказать о ветеранах родного села. Именно этим занимается военно-патриотический клуб «Поиск». 14 ребят разного возраста под руководством Марины Литковой проходят школу юного патриота. Занятие физкультурой, боевыми искусствами и забота о родном крае – один из проектов уборка леса. Все было в стеклах, в гильзах, охотники ходили в мусоре, на разовой посуде, в консервных банках. Просто некуда было съесть вообще. И было принято такое решение, что реализовать такой пробовать проект, что выйти и очистить территорию эту. И мы в прошлом году это сделали. Вместе с родителями, друзьями и советом ветеранов округа ребята воплотили в жизнь не один волонтерский проект. Марина Игоревна не говорит, а делает то, что принято называть патриотизмом. Администрация поселка полностью ее поддерживает. Результат совместного сотрудничества – например, таблички на домах. Теперь жители и гости поселка знают не только имена, но и дома, где жили ветераны. И здесь у нас 326 фамилий. Это не предел. Есть еще лица, есть люди, которые не нашли места на этом памятнике, потому что нужна работа. Работа по их восстановлению, восстановлению их памяти. К приезду депутатов окружного собрания у памятника выставили караул. Ребята из того же клуба «Поиск». Он в этот день стал примером патриотического воспитания. На последней сессии парламентарии в первом чтении приняли соответствующий закон. Теперь идет его активное обсуждение. У нас идет поощрение семьи многодетных. Идет на официальном уровне, идет на региональном уровне. Они получают достаточную помощь. А почему бы не внести в законопроект поощрение семьи, где вот эта тема патриотического воспитания достойна именно семья. Пересмотреть количество уроков краеведения, привлечь бизнес в сообщество, заняться трудовым воспитанием. Участники дискуссии сошлись во мнении. Патриотизм должен буквально витать в воздухе. И привлекать к этому нужно всех и вся. А окружной закон поддержит эти начинания. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.